всем привет вы на моем канале о вязании сегодня хочу снять небольшое видео обещанное как спонсору да вот того что вы видите сейчас перед собой и обещала я также оставить свой отзыв по прошествии времени о товарах которые я получила с сайта ньюшик оставлю вам все ссылки в инфобоксе и на товары и на сам сайт и сегодня хочу рассказать уже по истечению какого-то определенного времени о своих впечатлениях от этих товаров честно скажу в принципе попользовалась я практически всем то что хотела и очень уже хотела снять быстрее это видео чтобы разложить все по нужным не местам как я люблю это хранить вот поэтому решила сегодня так у меня здесь первое что покажу это пряжа которая мне пришла с этого сайта это стопроцентная шерсть я вам оставлю в инфобоксе ссылку и оставлю вам здесь в подсказках выскочит сейчас подсказочка те видео в которых я упоминала об этих товарах потому что сначала мне пришли инструменты потом мне пришла чуть позже пряжа пряжу эту я проверяла поджигала опять же видео в том можно посмотреть здесь очень классная расцветка она в принципе для стопроцентной шерсти довольно приятная не могу сказать что она совершенно не колючая но мне кажется я бы смогла носить даже что-то такое к телу она имеет не совсем равномерную толщину да то есть видно что ниточка где-то тоньше где-то толще я к сожалению ничего из нее не связала до сих пор у меня было желание связать этой пряжи шаль крючком я тоже попробовала снимать мастер-класс но поняла что ниточка слишком толстая для того узора который того узора который я выбрала мне пришлось распустить и в данный момент я не отказываюсь от мысли что-то из этой пряжи связать просто пока решила отложить потому что в голову ну такого что прям ах и захотелось пока еще ничего не пришло но впечатление от вязания допустим даже того же образца вот жалко что я его выбросила тот кусочек сейчас расскажу почему выбросила вязала я крючком три с половиной вяжется очень хорошо приятно ничего не расслаивается цепляет не цепляется спицами вязать не пробовала честно скажу но даже тот кусочек которого я связала вот крючком три с половиной вязание было совершенно не плотно такое довольно воздушное нерыхлое то есть но такое в меру скажем так распустить его было очень проблематично при том что я распускала почти сразу то есть я связала какой-то кусок и буквально вот сразу распустила не прошло там дня или еще два дня неделя вот поэтому распускать проблематично нужно это учитывать при желании вязать из этой пряжи да то есть нужно будет сразу определиться четко с изделием и хорошенько провести расчеты по отзывам допустим светлана у нас там есть в чате девушка которая вязала из этой пряжи сказала она что вязала для дочки из пряжи платок и дочку постирала сколько поняла в машинке и платок уменьшился в размерах просто по дикому то есть за пряжей нужно за изделием из этой пряжи скажем так нужно ухаживать то есть надо соблюдать соблюдать четко вот эти рекомендации которые здесь даны до ручная стирка и так далее и тому подобное для того чтобы потом не разочаровываться в принципе пряжа не могу сказать что на чем-то очень особенная но и не могу сказать что на какого-то плохого качества что она меня чем-то разочаровала то что она плохо распускается это вполне ожидаемо потому что довольно ворсистая то что она села тоже в принципе от машинные стирки тоже принципе вполне ожидаемо но пока все что могу сказать у меня 4 моточка это 200 грамм матки кстати перевесила они все по 50 грамм ну то есть плюс минус 1 грамм на такое допустимое скажем так отклонение от указанного веса ну давай сейчас расскажу об остальном у меня здесь в кадре лежит платье моё и на спицах вы можете видеть такие вот яркие фиксаторы наконечники для спиц пользуюсь этим делом очень давно хотела приобрести и вот случилось скажем так наборчик здесь у меня немножко уже по-другому выглядит не буду доставать но в этом наборе к этому набору дополнение был наборчик вот таких речков и здесь идет размер от двух с половиной до шести они все с резиновой ручкой ручка это не мягкая как сопля на не разваливается в руке да то есть не гнется вот хоп и погнул то есть она просто неплохо скажем так принимает форму руки если нужно нет но это я же перегнула придется достать в общем когда вы вяжете бывают такие места когда нужно приложить усилия например чтобы протолкнуть крючок в полотно и очень часто действительно очень сильно напрягаешь руку и вот за счет вот этого нажатия большим пальцем люди ломают пластиковые крючки вот эта резиновая ручка если вам видно я думаю что вам видно она вот буквально немножко эластичная при том что я прикладываю усилия и мне кажется что именно для тех людей которые часто ломают вот такие пластиковые крючки вот это очень хороший выход здесь раз я уже достала два вида нумерации и нумерации это она выцерпана ну то есть ненанесенный рисунок не сотрется хорошего качества крючки я повязала и разными размерами и кончики прятала ужасно шуршащий пакет хорошие крючки ничего не могу сказать и вот этот циквояжик который был вместе с этим специально не поправляла кусачки вот он как лежит у меня этот наборчик я его то с собой беру да то в процессе пользуюсь им и вот эти кусачки я о них и тогда говорила что колпачок снимается очень легко то есть вот буквально чуть-чуть я потянула и он соскакивает соответственно если где-то лежит в сумке малейшее какое-то встряхивание колпачок слетает поэтому но я не могу сказать что это какая-то гарантия того что попадется вам именно такое это просто скажем так если заказываете закажите из китая если хотите сэкономить да закажите лучше 2 какой-то из них наверняка будет хорошо держаться здесь были три вот такие дополнительные спицы из органы для заплетения кос и ранов в какой-то зеленый по моему я попользовалась обычная спица в принципе они без зацепок все здесь хорошо яркие красочные и иголочки для сшивания трикотажного полотна тоже попользовалась ну даже в какой-то степени мне понравилось счетчиками для рядов я не пользовалась честно вам признаюсь потому что просто мне не особо нравится вот эта система что нужно рукой передвигать этот барабанчик да вверх ногами но это не столь важно я люблю все таки больше пользоваться электронными счетчиками рядов больше вот мне подсказывали больше удобно знаете для чего когда ты откладываешь какой-то проект на время например если не хватило пряжи то ты можешь вот с этим счетчиком отложить например да елки-палки оказывается все нормально например у тебя провязано 95 рядов ты вот пометил и вместе с этим счетчиком с барабанчиком закинул процесс проект на сумку и потом когда вернешься к нему спустя продолжительное время скорее всего уже забудешь а вот барабанчик тебе подскажет сколько рядов было связано так наконечник не из этого набора здесь была перстень я его не носила никуда на вечеринке мне не приглашали поэтому и сантиметровая лента она уже как видите не выглядеть не так как она выглядела то есть я уже перемотала пользовалась носила маленькие наконечники вот эти и вот эти большие тоже из этого набора по паре здесь было вот этими маркерами я не пользовалась просто не довелось здесь тоже вот эти розовенькие поменьше и салатовая побольше и маркеры обычные как мы привыкли булавочки вот эти пользовалась я имею пользуюсь здесь я их оставила потому что как я уже сказала я этот набор очень люблю брать именно с собой за счет того что здесь вот есть вот эти отделения да можно положиться по все самое необходимое немножко того немножко того и взять с собой в дорогу или какое-то путешествие и здесь вот крючочки давайте все достану так мне кажется и здесь было 8 и не кажется точно было 8 где-то значит я уже один крючок положила в какой-то процесс здесь маленькие крючки они с пластиковой ручкой и здесь вот такие размеры то есть я здесь и четвертинки что-то очень тоненькая например вот этот 06 крючок попробуем вот так и вот так 06 075 09 11 11 25 175 да здесь было еще полторашка а полторашечку куда я делала но не скажу сейчас не могу вспомнить где он лежит но это доказывает крайней мере то что действительно успела этим попользоваться такие крючки мне нравятся я такими очень часто пользовалась раньше такими раньше я пользовалась только такими скажем так и здесь еще такие пластиковые штукенции которые можно вот так вот вставить и у вас будет уже кейс на такой какой вы хотите можете вот здесь не достается а вот тут достается то есть можете сами сделать так как вам нужно этот кейсик я планирую после того как сниму это видео разобрать то есть я достану отсюда все что здесь лежало и наполню его пуговицами у меня есть пуговицы которых по несколько штук можно это пока возможно так и не будет ну вот пока такие у меня мысли по поводу этого чемоданчика в принципе опять же вот этим набором я осталась очень довольна за исключением только вот щипчиков которые которыми нужно быть очень осторожны и здесь еще вмещается карандаш и это мы уберем в другое место вмещается еще сюда карандашики еще чего-нибудь можно положить на маленькую катушку например с нитками и потом это все закрывается и очень хорошо держится и последний набор крючков которые я заказала чисто из любопытства это вот такой набор крючков давайте сегодня какой мы достанем голубой что ли с так называемой эргономичной ручкой ручка имеет это вот такой вот интересный изгиб который якобы ну не якобы она однозначно для этого и сделан он подходит под форму руки и в первую очередь он конечно будет удобен людям которые держат крючок вот таким вот хватом да как ручку я так крючок не держу поэтому я сомневалась в том будет ли мне это удобно я держу крючок вот так как нож и когда я попробовала первый раз руках подержал этот крючок такой же крючок в магазине рукоделия ну знаете как я поняла что смысла мне как-то вот покупать все крючки такие нет но поскольку мне предлагали товары на обзор бесплатно я решила приобрести скажем так и попробовать ну а вдруг я повязала каким-то крючком по моему желтым я вязала три с половиной до в принципе достаточно мне комфортно никакого дискомфорта я не испытывала из-за этой ручки к самим вот этим крючкам то есть к рабочей части головки и не знаю как эта часть правильно называется вообще претензий нет здесь все хорошо в меру гладкая очень хороший чехол удобный да и здесь уже размеры нанесены краской то есть не знаю сколько времени пройдет но возможно они по истечению времени сотрудцы здесь размера тоже от двух с половиной и до шести и плюс размера какие-то другие вот такое вот небольшое видео обещано по впечатлениям от товаров из китая в принципе мне нравится с честность честное слово заказывать китайские различные товары и на обзорах получаете сама покупать просто потому что это действительно выгодно если тебе что-то нужно да те же крючки и те же пуговицы те же маркеры то проще заказать их из китая подождать какое-то время и сэкономить денежку на этом потому что у нас лично вот все вот это все эти же китайские товары с такой сумасшедшей наценкой продают что диву даешься я прекрасно понимаю что у каждого предпринимателя есть на то свои причины до аренды там зарплата продавцу и так далее и тому подобное и хочется заработать конечно же но я как человек не имеющий отношения этим предпринимателям конечно склонна рассуждать рационально в своей в свою сторону да то есть мне выгоднее заказать в китае подождать немножко и потом пользоваться заплатив меньше вот такое вот небольшое видео все ссылки будут в инфобоксе пишите пробовали ли вы что-то заказывать возможно что-то ждете или планируете заказывать и все сомневаетесь нужно или нет у меня на этом все спасибо вам большое за просмотр увидимся в следующих видео и пока 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 пока